всем привет с вами был 419 и сегодня расскажу вам как можно пополнить баланс на стиме кошелек имеется ввиду по крайней мере это работал у меня несколько дней назад сейчас видео записываю у нас еще идет апрель 2022 если вдруг все проспали то сейчас напрямую пополнить steam нельзя там не карты мир не работают не виза с мастер-карта в общем чего не работает единственный сейчас работу один из вариантов которые я проверил который принципе более или менее пашет это пополнение через киви если очень кратко говорить будет описание ссылка как ни странно на steam как как на steam сообщества как пополнять steam если говорить совсем кратко вам понадобится кошелек киви затянуть на него денег в рубрах конс конвертировать и в тенге и потом стенги оплатить steam казахстан по своему аккаунту логину в стиме и после этого деньги у вас зачислятся единство сразу говорю что я не знаю работает ли этот способ на момент когда вы смотрите этот ролик читайте комментарии что-то народ будет писать я проверял несколько дней назад у меня работал это первое то есть его могут и закрыть вполне не второе то что комиссия получается несмотря на то что мы можем пополнить кими вики без комиссии я сейчас расскажу как при конвертации при оплате потом steam а у вас будет комиссия и эта комиссия может быть разная на может быть пять процентов может быть десять процентов может быть 15 процентов зависимости от курса валюты ну и от наглости тиви как я понимаю поэтому если вы хотите занести туда крупную сумму например тысячу рублей не делайте этого там комиссии поплавающие и за дня в день и затяните минималка там сотка получается закидываете 100 рублей смотрите сколько у вас дойдет на steam например когда я платил мне там надо было 300 рублей и когда я платил у меня получалось с каждой сотни доходило 92 то есть комиссия получалось 8 процентов а например потом другой товарищ покупал мне писал в телегу что заносил 700 рублей доходило то ли 580 или 520 в общем там что-то около 17 процентов было это конечно дофига если банкину сначала сотку то я думаю так дальше он бы делать это все не стал соответственно проверяете на маленькой сумме если комиссия вас не устраивает ну ждите день два-три когда она вас устроит а теперь более подробно регистрируемся на сайте киви по ссылочке в описании можете через google найти как хотите там регистрация примитивно будете телефон вам на телефон приходит смс-ка подтверждаете код смс-ка и боже в системе но далее вам нужно будет ввести свои паспортные данные потому что без них операции ограничено например без паспортных данных вы не сможете пополнить этот кошелек как я понимаю вообще не знаю в чем там смысл этого минимального уровня потому что через яндекс например я пополнить его не смог пока не вел паспорт амула сразу будет висеть на экране такая плашка раньше что заполните данные вы их заполняют после этого у вас есть кошелек киви у вас есть счет в рублях дальше он нужно этот счет пополнить. И тут важный момент, чтобы пополнить, используйте СБП, систему быстрых платежей. В описании будет ссылочка на сам Киви, где они рассказывают, как с разных сервисов платить именно через СБП. Важный момент состоит в том, что, например, я использую YouMoney, это бывший Яндекс.Деньги, и там суть какая? Там есть в самом сервисе просто перевод на Тиви-кошелек, из сайта можно перевести, из предложения можно перевести, но проблема в том, что они берут 3% за это. А если сделают через СБП, то они не берут ничего. Но фишка в том, что конкретно про YouMoney, я говорю, у СБР это тоже есть, но почитайте в их инструкциях. Конкретно в YouMoney я беру приложение, в приложении я захожу в платежи, в платежах я завожу, нахожу платеж по номеру телефона, и сразу у нас попадает там несколько вариантов, есть прямо пополнить кошелек Киви, а есть перевод в другой банк. И вот вы выбираете перевод в другой банк, листаете вниз, ну это на примере YouMoney, находите там этот Киви-банк, и пополняете тогда комиссии вы не платите. 3% не считая комиссии самого, Киви это хорошая экономия, на мой взгляд. В общем, читаете эти инструкции, пополняете Киви-кошелек. После того, как вы пополните этот кошелек, вам нужно создать счет в ТНГ. Тут прикол в том, что когда я вначале все это делал, сверху, по-моему, в правом верхнем углу, была эта кнопка создать счет или что-то такое, потом она куда-то пропала, я ее не нашел. Если вы ее тоже не найдете, то в описании есть ссылка именно на страницу с созданием счетов. Вы создаете там счет в ТНГ. Там же внизу будет кнопка конвертировать. Вы жмете конвертировать, и все рубли вы перегоняете в ТНГ по текущему курсу, который вам там скажут. После этого вы идете, когда у вас есть уже ТНГ на руках, вы идете в платежи, там листаете до игры, жмете все игры, и там прямо в самом начале у вас будет Steam Казахстан. Вы жмете этот Steam Казахстан, и у вас здесь будет логин. И тут тоже важный момент. Логин имеется в виду логин, которым вы логинитесь в Steam. Если кто-то знает, кто-то не знает, то в Steam имен можно наклепать 100-500. Здесь вы используете именно тот логин, который через одну логин, пароль. Вот из этой пары вы используете логин, если вдруг кто-то не догоняет. Вы вводите этот логин, и выбираете там все эти деньги и ТНГ, и жмете пополнить. После этого, но у меня сразу это произошло, то есть в течение нескольких секунд деньги приходят на кошелек в Steam, и вы можете ими распоряжаться. Хотя при этом на почту приходит письмо, что типа на ваш кошелек зачислено столько-то баксов, они вообще в баксах это пишут, и деньги могут быть недоступны для текущих покупок. Ну, не знаю, я практически сразу за игру заплатил и все заработал. Так что вот такой вот способ, пока он работает. Соответственно, единственный минус в том, что комиссия достаточно большая, но поскольку у нас сегодня других вариантов особо нет, через платиру как-то народ покупает, но там и тянуть могут, в принципе. Здесь тебя никто не тянет, это точно сработает. Единственное, что проверяете маленькой суммой. В любом случае, скидки на том же Steam, которые бывают там 40%, 50%, 90%, они, мне кажется, всю эту комиссию перекрывают. Даже если там 20% будет комиссия, в любом случае. Если мы говорим про какие-то распродажи, то дешевле купить со скидкой в Steam. В общем-то, это и все. Как видите, ничего сложного. Пока это работает, отписывайтесь в комментариях, потому что я нечасто сейчас покупаю игры, поэтому я следить за этой темой не могу, но те, кто на ролик попадает, возможно, будете писать, работает или нет, там какая комиссия, пожалуйста. Я думаю, это будет полезно всем. Вот, и еще у меня есть ролик, надо, кстати, его добавить в описание, будет, посмотрите, я рассказывал про то, какие игры для VR купить в Steam, там, когда очередная распродажа была, можете посмотреть, если вы вдруг не знаете, если вы вдруг новичок, я думаю, будет полезно. В общем-то, и все, что я хотел вам рассказать. Если ролик был полезен, ставьте лайк. Вы можете поддержать мой канал финансово, чтобы у меня была больше мотивации делать новые ролики. Ссылка будет в описании, также через Яндекс.Донаты. А у меня на этом все. С вами был Павел 419. До новых видео. Пока.